В этом году подобные ЧП скорее исключение, чем правило, а все потому, что тайга в регионе горит заметно меньше, чем в 2017-м. По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 4 пожара и все они уже локализованы. Ровно год назад ситуация была кардинально другая. Подробности в следующем материале. К 29 мая прошлого года огонь уничтожил 92 тысячи гектаров леса. По площади выжженной тайги наш регион занимал первое место в России. Более того, к началу лета стихия, пришедшая из леса, оставила без крыши над головой около 500 человек. Сгорели 120 частных домов и 300 садоводческих участков. Тогда эти кадры заставили содрогнуться жителей всей страны. Май 2018 года, видимо, решил пощадить сибиряков. Жарой не баловал, зачастил со снегом и холодом, что положительно сказалось на статистике таежных пожаров. Однако, по мнению руководителя регионального МЧС Валентина Нелюбова, цифры могут начать меняться не в лучшую сторону, причем в любой момент. С сегодняшнего дня устанавливается теплая и даже жаркая погода, которая продержится минимум неделю. А это значит, что новых очагов в лесу может значительно прибавиться. В большинстве случаев виноват будет, как всегда, человек. Непотушенные костры, окурки и прочие нарушения правил пожарной безопасности в лесах уже стали поводом для 657 административных протоколов. Общая сумма штрафов, выписанная в этом году, приближается к 10 миллионам рублей. Евгений Шоев, Влада Рыбакова. Новости по будням.